Что тебе не нравится в твоих зубках? В детстве пластиночки что-то носили? Ничего не носили? Вот у тебя седьмые тут. И надо смотреть, как это сделаете, где у нас восьмые. Расслабься и просто сомкни зубы, чтобы боковые сомкнулись. Вот, молодец. У нее верхний зубный ряд сместился влево. В детстве простудными часто болела? Ну да, болела. Болела. Он визит у нее постоянно. Лучше спим с закрытым ртом? Да. Точно? Точно. Ах, асимметрия лица еще наблюдается у нас. Я неправильно положила зубок, но уже десна начала опускаться. Оголятся кори, и постепенно, даже вплоть за десной, кость начнет уходить. Слева правильное смыкание по шестым давать, а справа вот зубный жидкошок. Зубами, конечно. Зубки мы потеряем. Пришлачные. Я тоже не хочу. Доктор, который вообще, понимаешь, неправильный. Они гладенькие, они хорошенькие. У них вариантов выбора есть. Сколько растут? Сейчас. Так, Эмма, вам полный лет? Восемнадцать. Восемнадцать. Так, Эмма, что тебе не нравится в твоих зубках? Переиня, то, что вот этот зуб, лоповой, на, ну, интересно. Ну, конечно, в детстве пластиночки что-то носили, ничего не носили. То есть, молочные зубки стояли ровненько, все хорошо было. Когда начали меняться, то есть, он уже прорезался в таком положении, да? Нет, вроде он был нормальный. Был более-менее, да? Это когда вот стало замечательно? Ну, вот годы два, наверное. Года два назад. Знаешь, с чем связано? Скорее всего, у тебя седьмые тут. И надо смотреть, как-то сделайте, где у нас восьмые. Пока у меня их нету. Скорее всего, они в костей, и где там они лежат, и как лежат. Более, если говорить, что усугубляется ситуация два года. Последний стал замечать. Возможно, что верхний восьмой хочет прорезаться, а один места нет, и он давит на зубный ряд. Все это сдвигает сюда. Скажите, у вас будет стоять. А я, думаю, это терапевт расскажет вам все. Чистка, конечно, нужна. На боковые зубки самкни, самкни, самкни. Просто на боковые зубы. На боковые зубы. Как обычно закрываешь? Слюнку глотай. Все? Нет. Расслабься и просто самкни зубы, чтобы боковые зубы сомкнулись. Вот, молодец. Центральная линия смещена. Здесь у нас второй класс получается. Здесь первая. У нее верхний зубной ряд сместился влево. В детстве простудными часто болела? Ну да, болела. Болела. Да, вижу по форме неба. У нее высокое бетическое небо, то есть купол неба высокий. Это часто формируется, если ребенок болел с аденоидом были, танзелитой. Танзелит у нее постоянно. Да, то есть это сужение носовых перегородок. Сейчас как с дыханием с носовым? Хорошо. Хорошо? Да. Ночью спим с закрытым ртом? Да. Точно? Точно. Не храпим, не сопим? Нет. Нет. Потому что сужение в верхней челюсти по боковым участкам тоже хорошее. Примерно такой сильный. Нет. Все просто. Так, асимметрия лица еще наблюдается у нас. Жуем на какой стороне чаще? С левой. С левой. Прикрывай, закрывай, закрывай. Как обычно. Самка, самка. Вот, все, молоченько. Вот, видите, тут была десна. Видите, тут вот это камушек. А вот это вызывается на рецессии десны. За неправильное положение десны уже десна начала опускаться. То есть, если ситуацию для нее убрать, у нее начнет вот здесь вот десна как бы растворяться и оголяться корень. И постепенно даже вплоть за десной кость начнет уходить. То есть, это как бы очень довольно зелено. Помимо эстетических каких-то моментов, которые для нее начинает страдать уже стоматологическое здоровье. Вот, если так посмотреть, у нее асимметрия лица. Видите, это половина как раз. Да. То есть, вот видите, да? Ну, зубки вам вот это все принято. Вот так видите. И получается, у нее слева правильное смыкание по шестым зубам, а справа вот зубный зуб пошел. Ну, за счет сущения. Конечно, ортодонтическое лечение ей необходимо. Тут уже в первую очередь не эстетика выступает, а уже стоматологическое здоровье. Если сейчас ничего не предпринимать, то мы просто у нас постепенно, постепенно с зубами, конечно, зубки мы потеряем. Значит, в плане, в первую очередь, у нас чистка профессиональная, санация полуэспирта. После санации полуэспирта мы уже поступаем в педагогическое врачение. Пока вы проводите санацию полуэспирта чистых, я вам даю направление на исследование копей-челюстей, ПРВ-моковой проекции. Вы сделаете эти дополнительные лингерологические исследования, чтобы я еще более полно как-то понимала, что я делаю. Хорошо? Я вам сейчас все разрешу. Аккуратненько. Так, вот металлические брекеты, да? Эстетические. Которые прозрачные. Да, которые прозрачные. Прозрачные. Я тоже не хочу. Такой доктор, который вообще, понимаешь, неправильный. А вот какой цены. Вот эти вот металлические. Которые вот я вот. Первые, вот самые дешевые. Вот такие вот. В 25 одно челюсть. Потому что это самые простые, где в конструкции брекеты ничего нет, кроме дополнительной лингтуры дуга. Ей, конечно, я бы лучше поставила дейморные металлические. Они гладенькие, они хорошенькие. У них варианты выбора есть. Расходочка есть у вас? Да, у вас все равно будет расходочка. Сначала дыши достаете, потом вторую. Вот такие кромки. Вот сильненькие направляющие для врача и все убирается. Сколько растет? Сейчас я сделаю план. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok